С 4 июня в Тверской области введен особый противопожарный режим. Данная мера действует ввиду установления жаркой, сухой погоды и в связи с повышением пожарной опасности на территории региона. Такое решение было принято на заседании регионального кабинета министров. Все подробности у Ирины Синягиной. С наступлением жары тверичане гости региона традиционно отправляются к воде, где можно отдохнуть и искупаться, пожарить шашлык. Но зачастую такой отдых приводит к пожарам, особенно когда погода сухая и жаркая. Как показывает статистика, в основном лесные пожары происходят именно по причине человеческого фактора. А в связи с установившейся во второй половине мая 30-ти градусной жарой риск возникновения возгорания в лесах резко возрос. Впервые за последние несколько лет на территории Тверской области в одном из муниципальных округов зафиксирован самый высокий пятый класс пожарной опасности в Балагое. На территории пяти муниципальных образований зафиксирован четвертый класс. Это Максатиха, Бежец, Кимра, Кашин и Тверь. В связи с этим региональное правительство ввело на территории всех 40 муниципальных образований особый противопожарный режим. Он подразумевает полный запрет на использование открытого огня в лесах, розжиг костров, мангалов и жаровень, использование в лесах паяльных ламп и других приборов, а также курения. Нарушение правила влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 60 до 90 тысяч, на юридических от 600 тысяч до миллиона. Ключевой вопрос это противопожарная безопасность в лесах и на территориях населенных пунктов. В нашем регионе леса занимают порядка 55% территории, поэтому предотвращение природных пожаров является приоритетной задачей для нас в летний период. Особое внимание нам необходимо сосредоточить на профилактической работе с населением, поскольку главная причина лесных пожаров – это человеческий фактор. За последние годы Верхневожье снизилось количество лесных пожаров и сократилась площадь, пройденная огнем. В 2022 году на территории лесного фонда произошло 47 пожаров на 42 гектарах. В 2023-м – 15 возгораний на 27 гектарах. За прошедшие месяцы 2024 года пять природных пожаров. При этом площадь палов с сухой травы в текущем году уменьшилась в пять раз, а их число – в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Практически всегда возгорание ликвидируется в день обнаружения. Глава региона перед профильными министерствами и ведомствами Тверской области, главами муниципалитетов, поставила задачу сосредоточить основное внимание на постоянной разъяснительной работе с населением, охота и лесопользователями, постоянно мониторить обстановку в лесах, особенно на территориях торфянников. У нас большое количество торфянников на территории Тверской области. По лесному объему мы достаточно большие. Подготовка и проверка водоемов резервных – это средства оповещения наших граждан, это запрет на опалы травы и сжигание мусора, опашка населённых пунктов, опашка лесных, генерализованных полос, которые граничат с населёнными пунктами, обновление всех аншлагов, которые должны стоять на границах лесных угодий. Ещё одна важная задача – контроль за соблюдением требований об ограничении или запрете посещения лесов, запрете сжигания порубочных остатков. Отдыхать на природе, конечно, не запрещается, но разводить огонь разрешено исключительно в местах специально для этого оборудованных.